Девушки отдыхают Один миллиард в год на развитие медицины недостаточно В чем сегодня нуждается одна из самых проблемных отраслей региона, рассказали медицинские работники К единому дню голосование готов Члены избирательных комиссий региона стали участниками образовательного семинара Уполномоченный по правам человека в Ниинском округе Татьяна Бадьян Собрала круглый стол, посвященный главному законодательному акту Ниинского округа Устав как основа развития региона, такова тема совещания Участники в своих докладах взглянули на закон через призму своих профессиональных интересов Судебной системы, поддержки коренных малочисленных народов Севера и защиты прав граждан Подробности у Дмитрия Щепанова Устав округа основной документ, исходя из которого формируется вся правовая база В нем описана организация власти и выборов, политика в области отношений с коренными народами Почти все сферы общественных отношений Выступая перед собравшимися, Анатолий Мяндин отметил, что создавался документ в сложное время Когда не было четко прописано даже федеральное законодательство, не то что региональное Но вот из таких условий рождались законы, жизнеспособность которых сегодня проверена временем И одним из первых законов стал Устав Инского автономного округа Своевратная конституция, наша конституция Инского автономного округа Между тем документ получился качественным Такое мнение высказывает юрист с большим стажем, председатель окружного суда Евгений Мартынов У позиции судьи своя аргументация Депутаты, которые в 1996 году принимали Устав, они приняли очень хороший законодательный акт Почему? Потому что все изменения, дополнения, новые редакции, которые вносились Они касались только тогда, когда на федеральном уровне вносились какие-то изменения Основополагающие начала, а особенно это касается прав жителей Ненецкого автономного округа Защита их прав, они практически никакого изменения не претерпели Однако устав региона документ живой и должен постоянно дорабатываться По мнению замглавы региона Юрия Хатанзейского, нужно больше внимания уделять коренным малочисленным народам В пример он привел ситуацию на острове Колгуев, где за последние несколько лет произошла массовая гибель оленей Причина здесь не просто в плохом хозяйствовании или погодных условиях Дело в потерянных традициях, конфликте с современного и традиционного образа жизни обитателей тундры Разрыв поколений относительно сохранения традиционного образа жизни, сохранения культуры, сохранения языка Она как раз и является на сегодняшний день очень серьезным фактором Потому что мы можем остаться абсолютно без ничего И то, что случится, мы уже не сможем это все исправить Также участники совещания обсудили предложение по совершенствованию главного закона Ненецкого автономного округа Его предстоит скорректировать в соответствии с новыми реалиями, возвращенными в округ полномочиями по исполнению государственной власти В заключении, уполномоченный по правам человека в округе Татьяна Бадьян поздравила собравшихся с Днем российского флага Который отмечается ежегодно 22 августа Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал Север В регионе может появиться первый вертолет, который будет оснащен реанимационным оборудованием Его используют для целей санавиации, услугами которой жители отдаленных поселков пользуются регулярно Эту новость озвучили во время встречи представителей партии «Единая Россия» с медицинскими кадрами Речь шла и о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются врачи, а также средний медперсонал По словам первого заместителя председателя собрания депутатов Ненецкого округа медицина Это самая волнующая отрасль На ее развитие ежегодно из сказанной региона выделяется 1 миллиард рублей Когда общая сумма бюджета всего 15 миллиардов Впрочем, и этих денег не всегда хватает, чтобы наша медицина шла в ногу со временем Так, например, настали времена, когда отделению скорой помощи необходимо обновлять свой автопарк Но средств на эти цели пока нет А работников отделения санавиации волнует вопрос, связанный с доплатами за незапланированные вылеты в населенные пункты В других регионах такая практика существует уже давно Представители партии «Единая Россия» этот вопрос пообещали продумать и решить В свою очередь, генеральный директор Наринмарского авиапредприятия Валерий Остапчук сказал Что в регионе в перспективе может появиться первый вертолет, который будет оснащен реанимационным оборудованием Зачастую из отдаленных поселений в центральную больницу приходится доставлять тяжело больных пациентов А вот работники инфекционного отделения хотят знать, когда для них построят новое здание Анатолий Мяндин заверил, в планах администрации Ненецкого округа такое желание есть Но точные даты будут известны лишь после выборов, которые, напомню, пройдут 14 сентября Обучающий семинар для членов избирательных комиссий прошел в Наринмаре Консультации по организации выборов губернатора, депутатов и муниципальных властей Получили 70 человек из разных частей Ненецкого округа В ходе обучения членам участковых избирательных комиссий напомнят о взаимодействии с различными субъектами избирательного процесса Наблюдателями, СМИ, а также кандидатами и их доверенными лицами В помощь участники семинара получат рабочие блокноты В них инструкция, в которой изложены основные нормы законодательства, связанные с избирательным процессом и избирательным правом Семинар проходит всего один день Уже 25 августа комиссии приступят к работе Мы постарались в этот день компилировать таким образом теоретические знания и практические, чтобы комиссии было достаточно полученных знаний Тем более, что у нас комиссии сейчас назначаются на 5 лет И те составы, которые у нас на данный момент присутствуют в зале И представители от участковых избирательных комиссий, они уже третий раз проходят семинар И поэтому мы актуализируем их знания и возобновляем их практические навыки И в продолжении выпуска В списке значится, Амдерма заинтересовала Минобороны, ФСБ и МЧС Все дело в идеальном геополитическом расположении Одним махом полицейские посетили один из населенных пунктов округа И раскрыли сразу 5 преступлений Морские перевозки из Архавельском на Ренмар по расписанию В поселке Амдерма могут появиться новые войсковые части Минобороны, ФСБ России, а также спасательное подразделение МЧС Об этом сообщает газета «Коммерсант» По данным издания, глава Ненинского округа Игорь Кошин Обратился к президенту страны с просьбой разместить в некогда крупнейшей арктической военной базе Несколько войсковых частей Игорь Кошин в обращении к Владимиру Путину подчеркнул Амдерма имеет стратегическое значение для арктической зоны Поскольку поселок расположен рядом с месторождениями шельфа Карского и Баренцева морей Где уже начались работы по разведке и добыче углеводородного сырья По его словам, населенный пункт располагается в границе этих двух морей Что позволяет контролировать всю западную часть Северного морского пути Администрация региона готова оказать содействие в решении этого вопроса Говорится в письме, направленном в Кремль По сведениям газеты «Коммерсант» Уже 30 июля Владимир Путин поручил главе Совбеза России Николаю Патрушеву Проработать вопрос о размещении войск в Амдерме с заинтересованными ведомствами Игорь Кошин сказал, что пока ответа на письмо не получил, но срок еще не прошел По его словам, геополитическое расположение Амдермы просто идеальное «Коммерсант» пишет, в Генштабе уже подтвердили, что военное ведомство намерено развернуть в Арктике Порядка шести новых военных городков Амдерма в этом списке значится К другим темам Полицейские побывали в Нельменом Носе Там стражи порядка провели комплексную проверку, чтобы выявить преступления Которые совершались в поселке за последнее время А также посмотреть, как себя ведут местные жители, состоящие на учете у правоохранителей Во время визитов на Нельменос полицейские выявили и раскрыли сразу пять преступлений Одно из которых было совершено еще четыре года назад, то есть в 2010 Также удалось найти гражданина, занесенного в список разыскиваемых Разыскан один гражданин, находящийся в розыске За совершение преступлений предусмотрено статьей 158 Уголовного кодекса РФ за кражу А сотрудники ГИБДД проверили три автомобиля, которые находятся в поселке Одна из машин оказалась незарегистрирована Также полицейские посетили четыре магазина, где можно приобрести алкогольную продукцию Незаконной реализации этого вида товара не выявлено А вот инспектор по делам несовершеннолетних совместно с социальным педагогом Побывали в неблагополучных семьях Сотрудники полиции посетили неблагополучные семьи Провели профилактические беседы с несовершеннолетними, с их родителями Всего в ходе мероприятия составлено пять административных протоколов Напомню, комплексные проверки населенных пунктов региона Сотрудниками полиции проводятся регулярно Главная цель поездок – проконтролировать тех, кто состоит на учете у стражей порядка И в продолжении выпуска Им приписывается множество символических значений Однако не существует их официального толкования День российского триколора отметили в стране 22-25 августа 2014 года Приемная комиссия Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова Ждет всех, кто желает учиться по следующим направлениям Менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление Первое и второе высшая магистратура, дистанционное обучение доступны по всем направлениям Специальные предложения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование любых специальностей Время работы комиссии с 10 до 18 часов Адрес город Наринмар, улица Студенческая, дом 1 Здание Ненецкого аграрно-экономического техникума Ждем вас! Успешен тот, кто успевает! 22 августа страна отмечает один из самых молодых праздников современной России – День флага Установлен он был в 1994 году указом президента страны Как отметили День российского триколора, жители города смотрите в следующем сюжете В положении о государственном флаге Российской Федерации Флаг описан как прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос Верхний – белого, средний – синего и нижний – красного цветов Им приписывается множество символических значений Однако не существует их официального толкования Для каждого цвета имеют свое значение Главное, что расположение полос не путают День российского флага Цвета белый, синий, красный Белый – это что-то, по-моему, чистота Голубой, синий – это небесный цвет А красный – это кровь, которая проливалась, может быть, нашими предками Конечно, знаю, сегодня день флага России Сегодня день нашего флага, нашего замечательного триколора Красный – это вот прекрасная жизнь Где-то вот синий, наверное, это вот такое замечательное небо, облака Поздравляем всех жителей города, всех жителей нашей страны с днем российского флага Цвета белый, синий и красный День бело-синий-красного в Наринмаре хоть и скромно, но отметили Уже не первый год подряд на пешеходной улице Смедовича активная молодежь раздает ленточки С российским триколором и информационные буклеты об истории национального флага Это члены волонтерского движения «Доброволец» при Центре поддержки молодежных инициатив Движение существует уже давно, примерно с момента открытия молодежного центра Добровольцы также предлагали всем желающим нарисовать на открытых участках тела рисунок флага Российской Федерации А совсем маленьких патриотов задействовали в конкурсе на лучший рисунок триколора Нарисованные мелом один за другим на площади Маратцей возникали флаги Каждый участник получил от организаторов конкурса сладкий подарок Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север» Боевые действия развернулись в районе озера Харитонова Выстрелы, дымовая завеса и жуткий вой сирены поднял участников летнего турслета «Звезда» По легенде, на лагерь напали вооруженные бандиты Подробности с места событий в следующем сюжете И пусть нападение не настоящее, но условия максимально приближены к боевым Дымовые шашки, взрыв пакеты и выстрелы холостыми патронами Слава Зотов о событиях, прошедшей ночью, рассказывает со смешанными чувствами Ну, сплю, потом просыпаюсь от жуткого запаха Была вылась сирена Но я сразу понял, что это тревога Но не сразу встал Потом нас это... начали выгонять Ну, мы вышли, побежали за горку И нас там построили Рассчитаясь по порядку, доложить об обстановке Сколько пропавших? Педагоги и организаторы спешно пересчитывают детей Убедившись, что все на месте, дают отбой тревоги С заданием покинуть небезопасное место дислокации Участники слета справились за 15 минут По военным меркам это очень долго Нужно было покинуть место дислокации Ребята, конечно, сонные Старались, но спали Так сказать, неподготовленные наша молодежь сейчас К подобным мероприятиям Впрочем, турслет-звезда на то и направлен Научить детей к максимально быстрому реагированию в сложных ситуациях Программу организаторы подготовили насыщенную Это и ориентирование на местности И лекции против экстремизма И спортивные игры, такие как волейбол и футбол Кроме того, ребята учатся взаимодействовать в коллективе А вообще, вот этот лагерь, какие впечатления? Нравится или не нравится? Да, нравится, нравится Ну, тут и спортивные игры разные Сами вроде и готовы, мы все делаем Ну, интересно Ребятам еще предстоит проверить свою физподготовку В пинтболе, спортивных соревнованиях А также сдать нормы ГТО Ну, а домой участники с лета вернутся уже в это воскресенье Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», озеро Харитонова Никогда больше и когда же снова Такие мысли возникают у археологов при слове «раскоп» Все зависит от периода погружения в прошлое Вместе с исследователями тайн наши коллеги с Ямала Отправились на раскопки святилища Усь-Палуй Чтобы увидеть новые древние артефакты И испытать на себе трудности и радости археологии Лопаты используются только на начальном этапе погружения в прошлое Слишком тонкий и хрупкий культурный слой Поэтому археологи используют мастерки, совки и даже кисточки Копать приходится в полусогнутом состоянии Быстро затекает спина и хочется размять ноги Но физическая усталость – не главная сложность на раскопках Каждый день нас спрашивают, золото ищите? И удивляются, что мы начинаем уже грубить в ответ Когда тебя за день пять раз спросят про золото Уже хочется вылезти и укусить кого-нибудь Невзирая на сложности, археологи редко отвлекаются от раскопа и уходят отдыхать Слишком велик интерес А на этом памятнике Усть-Палуй сотни и тысяч загадок Поэтому он так влечет исследователей Студенты из Екатеринбурга приезжают уже третий год В первый раз были на практике, а сейчас по собственной инициативе В первое время мы радовались даже кусочку керамики Или какой-то косточки Но потом это стало уже для нас обуденной находкой Ну в первый год, что мы такого интересного находили Мы нашли бронзового человечка Очень интересного Желание найти что-то уникальное здесь оправдывается с лихвой На святилище хорошо сохранились останки древних костровищ Вокруг которых почти две тысячи лет назад люди совершали обряды и что-то мастерили Усть-Палуй отличает большая концентрация древних артефактов из бронзы, кости и дерева Высочайшего художественного уровня То количество произведений древнего искусства, которое здесь имеется Ну это, мягко говоря, это эрмитаж древности Я даже не знаю, третиковка, с чем это сравнить Этот год не стал исключением Обнаружены фрагменты деревянного настила Найдены уникальные предметы Орудия труда, ложки с головами животных, бронзовые фигурки ритуального назначения Из особо ценных и удивительных костяная сова Миниатюрная и изящная Все предметы единичные Повторов практически не бывает Тем и отличается один полевой сезон от другого Кстати, этот уже завершился С одной стороны, это некоторое облегчение Можно выдохнуть от напряженного этапа работы С другой стороны, ощущение очень быстрого прохождения Как раз в периоды раскопа Поскольку подготовка занимает, пожалуй, больше времени Чем нежели, чем сами раскопки Поэтому, с одной стороны, и радость С другой стороны, некоторая тоска Что полевой сезон завершается Зимой вы скучаете по раскопкам? Особенно к весне Осень и зиму археологи посвятят составлению отчета Описанию и систематизации находок А к весне снова начнут видеть усть-полуйские сны И собираться на раскопки Дело это сложное, но удивительно интересное Ирина Цепетова, Наталья Решетникова, Андрей Науменко, Дмитрий Нагибин Телеканал «Север» Салихард «Север» Саламенко, Дмитрий Нагибин «Север» Саламенко, Дмитрий Нагибин